Если ты хочешь сделать вот так вот, а получается только так, то зайди вот в этот пункт меню и отключи или включи стретч и это поможет. Привет, это Стас и ты станешь владыкой плейлиста через несколько минут и как ты уже наверное понял, это видео скорее для новичков, но я уверен, что даже бывалый битмарь найдет тут себе что-то новое и интересненькое. Приступим. Зачем вообще нужен плейлист? Ну, чтобы собрать весь ваш трек, то есть все паттерны, аудиоклипы и клипы автоматизации. И давайте быстренько пробежимся по нему обзор. Вот это панель со всякими паттернами, звуками и так далее, здесь контекстное меню, здесь выбор привязки к сетке, тут у меня выбрана main, то есть выбрана та же самая сетка, что и вот здесь. Тут всякие инструменты типа карандаш, кисть и так далее, здесь кнопка play, здесь выбор аранжировки, здесь выбор конкретного объекта, то есть паттерна, клипы автоматизации или аудиоклипа. Теперь подробнее про каждую панельку. Пикер панель. Что это такое? Это панель, в которой содержатся все наши паттерны, которые есть в нашем проекте, все аудиоклипы и все клипы автоматизации. Между ними переключение осуществляется вот здесь вот наверху. Чтобы ее включить, нужно либо нажать Alt и P, горячие клавиши, либо в контекстном меню, вот тут вот нажать Enabled. Если у вас нет этого пункта меню и Alt плюс P ничего не делает, то обновите FL Studio. Мы можем отсюда выбирать паттерны, можем целые несколько паттернов перетаскивать в плейлист. Также мы можем выбирать тут паттерны, несколько штук с зажатым контролом, либо мы можем выбрать целый список, зажимаем Shift, выбираем первый, выбираем последний в списке и выделяется целый список. Также для каждого паттерна или для целого списка мы можем выбрать имя или цвет. Давайте это сделаем. Зажимаем Shift, выделяем первый, выделяем последний. Теперь снова держим Shift и нажимаем левой кнопкой мышки, выбираем первый цвет, например, вот этот, выбираем второй цвет, например, вот этот, и задаем имя, например, GT. И вот они все стали. GT, GT2, GT3, и появился градиентный цвет. Если мы их перетащим сюда, то они будут иметь этот же самый цвет. То же самое мы можем сделать с любым отдельным паттерном. Нажимаем Shift, кликаем по хай-хету, и вот у нас появилось имя ХХ, и мы можем задать ему цвет. Красненький, и назовем его ХХ3. И вот он поменял имя и в паттерне, и в списке паттернов в панели пикера. Также мы можем быстро выделить любой паттерн в плейлисте. Для этого нажимаем по нему правой кнопкой мышки, выбираем Select in Playlist. Например, мы можем выделить сразу несколько паттернов. И мы можем сгруппировать их для удобства, если, например, у вас их очень много. Для этого выделяем список, нажимаем правой кнопкой мышки, жмем Group Selected, называем группу, например, Drums. И вот мы попадаем в группу Drums. Тут же можем попасть в All Patterns. Например, создадим группу Guitar, и вот. Получается, у нас теперь есть две группы. Правой кнопкой мышки нажимаем и попадаем либо в All Patterns, либо Drums, либо Guitars. Также мы можем поднять или опустить на несколько полуутонов звуки в каждом конкретном паттерне. Например, вот. Правая кнопка мышки, Transpose. И пишем, например, минус пять. И этот паттерн стал на пять полуутонов ниже. Все то же самое можно сделать и с несколькими паттернами. Также, чтобы перетащить их по списку вверх или вниз, нужно либо с Shift-ом крутить колесо мышки, либо просто поднять и перетащить левой кнопкой мышки, и все. Также тут можно выделить все незадействованные плагины в плейлисте, вот так вот, Select Unused, и удалить их, например, если вы хотите содержать свой проект в идеальной частоте. И вообще, если я что-то выпускаю в этих видео, то обязательно напишите об этом в комментариях, потому что я уверен, что всем будет интересно прочитать про другие полезные функции плейлиста, пианарол или чего-либо еще, которые я не упомянул в видео. И если вам, в принципе, нравится такой формат видеоуроков, то поддержите меня лайк. Теперь инструменты. Самый популярный это карандаш. Левая кнопка мышки поставит звук, правая кнопка мышки удалит звук. Если мы зажмем Ctrl и проведем левой кнопкой мышки, то это выделить. Если мы зажимем Shift, то это дублировать. Если мы зажмем Alt, то это позволит нам двигать не по сетке, а на любое понравившееся нам значение. Далее, кисть. Кисть это рисовать паттерны списком, а не как карандашом поставить один паттерн. Потом обезвучить, то есть Mute. Мы отключаем звук каждого конкретного паттерна, аудиоклипа или действия клипа автоматизации. Далее, Sleep. Это более интересная штука, это подвинуть содержимое паттерна, не меняя его положение. Например, мы можем сделать так вот, оп-оп-оп. Видите, хейты двигаются внутри паттерна. То же самое можно сделать с аудиоклипом. И то же самое мы можем сделать, зажав Alt и двигать на любое значение, а не по сетке. Теперь инструмент Slice сделать разрез. С помощью кнопки Alt зажатый мы можем сделать разрез вообще в любом месте, вне зависимости от сетки. Чтобы сделать разрез ровно вертикально, нам нужно зажать Shift. И есть еще интересная штука. Если делать разрез с помощью правой кнопки мышки, то мы будем удалять все, что находится справа от разреза. Например, если вам нужно обрезать кусочек паттерна, который вы хотите обрезать, то просто вы зажимаете Shift, правой кнопкой мышки делаете разрез, и правая часть паттерна удаляется. Крайне удобно. И все эти инструменты вообще все актуальны. Также и для Piano Roll, по которому у меня уже было видео, в правом наверху загорелась подсказка. Посмотрите обязательно, если вы его не смотрели. Клик по кнопке Play левой кнопкой мышки начинает воспроизведение. Снова кликаете, и оно останавливается там, где закончилось, то есть ставится на паузу. Снова кликаете, и оно воспроизводится там, где закончилось. Если вы нажмете правой кнопкой мышки, оно вернется на начало. Кнопка Аранжировка — это довольно интересная штука. То есть мы можем создать несколько аранжировок для одного трека. То есть несколько разных структур. Мы берем эту аранжировку и клонируем ее, называем ее Аранжировка 2. Удаляем в ней вот этот кусок и переходим снова в первую аранжировку. И все вернулось. То есть мы можем создать несколько разных, независимых друг от друга структур трека. При этом не придется нам все это городить в одном плейлисте, мы можем легко разнести их в разные и слушать по-другому. То есть делать другие вступления, делать другие припевы и так далее. Просто очень удобная функция именно для того, чтобы держать, опять же, свой проект в порядке и не нагораживать в одном плейлисте кучу всякой разной фигни. Теперь панель манипуляции временем, ну и немножко пространством. Если мы зажмем Ctrl и левой кнопкой мышки проведем по верхней маленькой превьюшке, то тем самым мы выберем и растянем на весь экран только нужный нам фрагмент. А если мы покрутим с Ctrl колесо мышки, то это будет зум по горизонтали. А если сделаем это с Alt, то есть покрутим колесо мышки, то это будет зум по вертикали. Если мы с Shift покрутим колесо мышки и наведем на содержимое паттерна, то мы воспользуемся функцией Sleep. А если мы с Shift покрутим колесо мышки, наведя на название паттерна, то мы этот самый паттерн будем двигать туда-сюда. Крайне не рекомендую сильно много зажимать Shift, потому что вы можете надвигать в своем проекте кучу всякой фигни. И потом будете думать, откуда у вас какие-то дурацкие артефакты. Если мы с Ctrl проведем вот здесь, вот по черной панельке, то мы выделим нужный нам фрагмент. С помощью правой кнопки мышки мы можем это выделение изменять. Если мы зажмем Shift и левой кнопкой мышки его подергаем, то мы подвинем это выделение. А если мы выделим какой-то фрагмент, например, и нажмем Alt плюс T, то можно сделать временную метку. Назовем ее Verse, потому что это все-таки куплет. И она появится в левой части выделенного объекта. Если мы просто без выделения нажмем Alt плюс T, то по умолчанию оно появится в левой части экрана, но мы можем подвинуть его куда угодно, влево, вправо, как угодно. Если мы нажмем Shift плюс T, то это создаст опять же в левой части экрана метку лупа. То есть, когда воспроизведение закончится, оно начнется вот с именно этой метки лупа, а не сначала. То есть, если мы ее удалим, то воспроизведение начинается сначала трека, а если мы ставим метку, то воспроизведение начинается именно с нее. Ну и, конечно, не забываем про функцию Make Unique. Мы делаем клон паттерна, нажимаем вот тут вот на маленькую точечку правой или левой кнопкой мышки и жмем Make Unique. И тогда паттерн клонирует сам себя, и получается, мы можем вносить изменения в него тут, как угодно. И они никак не влияют на наш первый паттерн. Тоже очень удобная функция. Вроде как это все. Если я что-то забыл, то вы обязательно напомните мне об этом в комментариях. Если вам нравится такой формат видеоуроков, видео было интересным и полезным, то обязательно поставьте лайк и расскажите друзьям об этом видео. А если оно вам не понравилось, было неинтересно и совершенно бесполезно, то ставьте полностью заслуженный дизлайк. Ну и, как обычно, напоминаю, что у меня есть видеокурс по битмейтингу. Он от А до Я, он вполне подойдет намечкам. К нему предложены все материалы, закрытая группа, вся фигня. Чтобы узнать о нем подробнее, напишите мне. Он стоит 3290 рублей. Напишите мне прямо сейчас, закажите видеокурс. И на этом у меня все. Обязательно посмотрите другие видео на моем канале. Я над всеми стараюсь. Например, опять же, видео про мастера Биана Ролла или другие видео из мастера FL Studio. И, в общем-то, увидимся с вами в следующем видео. Обязательно подпишитесь на мой канал, если вы этого еще не сделали. Обязательно стукните по колокольчику, чтобы не пропускать мои новые видео. И с вами был Стас. Пока!